Не всем приятно видеть ваше нижнее белье. Я один из таких людей. Несмотря на этот совет от, возможно, самого стильного президента США, молодые люди по всему миру продолжают носить опущенные штаны. На них влияют такие артисты и музыканты, как Трэвис Скотт, молодой Эминем, Снуп Догг, Айсти и, упокой Господь его душу, Тупак Шакур. Цитата Барака Обамы была взята из интервью MTV 2008 года, в котором тогдашнего кандидата в президенты спросили о его мнении по поводу законов против опущенных штанов. Серьезно, в 2007 году город Делкамбер, штат Луизиана, принял постановление о непристойном обнажении, которое запрещало намеренное ношение брюк, таким образом, при котором видно нижнее белье. В марте 2008 года город Хахира, штат Джорджия, принял спорное постановление, запрещавшее носить брюки ниже талии, не желая упускать бесплатную рекламу, Пейдж Дейл, штат Миссури, сделал то же самое. Некоторые читали это расовым профилированием. Они чувствовали, что это будет направлено против молодых афроамериканцев. С другой стороны, можно заметить, что последние десятилетия опущенные штаны носила молодежь по всему миру, будь то латиноамериканцы, французы, бразильцы или британцы. Так в чем же дело с опущенными штанами? Почему многие считают, что это стильно? Ведь можно с уверенностью сказать, что мало каким модным тенденциям противостояли так же яростно. Даже кроксы или мужские уги не удостаивались поминания на билбордах. А в 97-м в Далласе, штат Техас, на билбордах писали «Молодые люди, держите все при себе». В 2010-м в Бруклине сделали то же самое, скупили кучу билбордов, пытаясь донести до молодежи, что большинство людей не одобряет этот стиль. Были и вопиющие случаи. В 2008-м году начальник полиции города Флинт заявил, что если увидит кого-нибудь с опущенными штанами, он его арестует. Однако его адвокат, вероятно, поговорил с ним, и осознав опасность подобного заявления, они стали просто выписывать штрафы. Вы можете подумать, что знаменитостей и спортсменов это не касается? Не совсем. В 2010-м году японского сноубордиста отстранили от церемонии открытия из-за неподобающего вида. Развязанный галстук, торчащая рубашка и опущенные штаны. Господа, я хочу внести ясность. Цель сегодняшнего видео – не унизить кого-либо. Если вы посмотрите мое видео, вы, вероятно, поймете, что я уважаю все стили. Нет. Мы хотим изучить психологические эффекты. Мы хотим понять историю и обсудить плюсы и минусы ношения этого стиля. Моя философия стиля следующая – ваша одежда говорит за вас, прежде чем вы откроете рот. Однако у меня есть личное мнение об этом стиле, и я поделюсь им в конце. Итак, сперва углубимся в историю опущенных штанов и развеем один из самых больших мифов. Миф о том, что вы в тюрьме или за ее пределами, и ваши штаны опущены, то это говорит о вашей доступности для анального секса. Для кого-то из вас это может быть и неплохо. Кто это хочет, чтобы судить? Но нет, этот миф неправда. Скорее всего, его запустил какой-то ненавистник опущенных штанов, и он хотел тем самым предотвратить других от их ношения. Однако в мифе есть и доля правды. Тенденция носить опущенные штаны действительно зародилась в тюремной системе. Как многие знают, надеюсь, не из собственного опыта, но ремни запрещены в большинстве тюрем. По простой причине. Их можно использовать как оружие, и на них можно повеситься. А когда заключенным выдают одежду, им дают что-то примерно подходящее по размеру. Примерно. Реже она будет очень мала, но почти всегда будет великовато. В некоторых случаях – очень. Если вы потеряете резинку у штанов, или ее не было, то вам придется носить опущенные штаны, потому что они очень велики. Можно с уверенностью сказать, что из тысячи мужчин, вероятно, половина носит опущенные штаны. Но большинство людей не хотели, чтобы их внешний вид ассоциировался с тюремной культурой. Однако, начиная с 1980-х годов, в хип-хоп-культуре, рэп-культуре, мы стали свидетелями возврата этого стиля. Они как бы говорят «Хорошо, да, ты собираешься посадить меня, бросить меня в тюрьму, но я вынесу этот образ оттуда и буду носить его на улицах». И, честно говоря, за это я уважаю этот стиль. Они взяли то, что принято считать негативным, и сделали из этого своего рода знак почета. Возможно, человек попал в тюрьму не по своей вине, или оказался в ситуации, когда у него просто не нашлось хорошего адвоката, и после выхода из тюрьмы он говорит «Знаете что? Я буду носить это, чтобы стать сильнее. Я пошлю тем самым сообщение. Таким образом, я смогу идентифицировать себя с другими людьми, что отсидели свой срок». Кто-то из вас подумает «Кто в здравом уме захочет это делать?» Что ж, я уважаю вашу точку зрения, но также призываю вас расширить свой кругозор и немного почитать о тюремной культуре, бандах и о том, как они взаимодействуют с внешним миром. Я не сидел, но несколько членов семьи со стороны отца провели по 10 лет за решеткой. Когда вы выходите после долгого времени на волю, вы уже другой человек. Некоторые из этих парней пытаются начать все сначала, часто в татуировках, другие возвращаются к старым привычкам или ищут на волю тех, с кем они общались в тюрьме. Господа, если вам нравится это видео, вам интересный стиль и история, сделайте одолжение и поставьте лайк. Опущенные штаны для некоторых – это знак племени, того, что вы часть группы. Это напоминание об истоках. И опять же, на протяжении 80-х, 90-х, это часто было стилем парней из-за неблагополучных районов, которые носили опущенные штаны, воплощая тем самым истинность и жизнь улиц. К 90-м годам опущенные штаны стали глобальным явлением, особенно глубоко в андерграунде, когда поклонники того или иного музыканта хотели подражать его стилю и образу. Вдруг опущенные штаны стали носить в таких городах, как Токио, Париж, Лондон и Берлин. В чем здесь символизма? Для некоторых это символ контркультуры, сопротивления власти. Опять же, можно с этим не согласиться, но я думаю, что в этом и суть. Идея о том, что политики разрабатывают законы, согласно которым затем полиция вас контролирует, именно против этого, по мнению многих людей, они и борются. Тем не менее, я знаю, что лишь небольшое количество людей задумывается об этом и пытается противостоять системе. Большинство лишь следует трендам, они стараются идентифицировать себя с группой, пытаются заработать уличную репутацию. Если вы что-нибудь знаете о городской культуре одежды, вы, вероятно, в курсе, что цвета, определенные предметы, определенные бренды, все это сигнализирует о том, кто вы, с какой группой вы себя ассоциируете. И это подводит меня к следующему пункту, поговорим о компаниях, эксплуатирующих этот момент. Скажем так, эти компании пользуются тем, что тренд очень популярен. Многие из этих компаний производят джинсы, специально созданные для того, чтобы носить их опущенными. Как я уже сказал, мода на опущенные штаны, то появлялась стоящей зала с 1980-х годов. Я не уверен, как дела с ней обстоят сейчас, но мы видим, что компании высокой моды тащат ее на подиумы. Когда они могут привнести что-то с отличной историей, что-то контркультурное, будьте уверены, что модники, особенно если они смогут на этом заработать, присоединятся к хайпу. И, кстати, о заработать, да, некоторые из этих джинсов могут стоить тысячи долларов. Итак, почему же общество так негативно отреагировало на эту моду? Отчасти из-за стереотипов. Что делают люди при виде молодого человека темного цвета кожи, одетого так, как многие представляют себе бандита? Они пугаются. А что мы делаем, когда пугаемся? Мы выносим иррациональные суждения. Вдруг мы начинаем думать, что все, кто так одевается, опасны. Любой, кто носит этот стиль, замышляет недоброе. Это классический пример того, как люди путают корреляцию и причину. Я уверен, что те, кто разрабатывал эти законы, заметили, что опущенные штаны коррелируют с уровнем преступности. Однако это не означает, что они являются причиной. На самом деле, полагаю, есть третья переменная, которую они не видят. Чтобы было понятнее, вы замечали, что, когда идет дождь, повсюду появляются зонтики? Будь я с другой планеты, я мог бы предположить, что зонтики вызывают дождь. Но, как вы, надеюсь, знаете, это не так. Есть корреляция, но нет причинно-следственной связи. И с этим я хочу вернуться к цитате Барака Обамы. Нас должно волновать создание рабочих мест, улучшение школ, медицины, решение проблемы в Ираке. Любому чиновнику, который беспокоится об опущенных штанах, стоит сосредоточиться на реальных проблемах. И я думаю, что эта фраза выражает мой взгляд на опущенные штаны. Я думаю, что есть более серьезные проблемы, чем та, что кто-то носит штаны наполовину спущенными. Меня это не сильно беспокоит, но я обычно формирую негативное мнение о человеке. Так что, если вы заботитесь о своем имидже, поймите, что многим этот стиль не нравится. И меня беспокоит, что парни, которым нравится этот стиль, не осознают, сколько возможностей они упускают в жизни. А все потому, что, одеваясь подобным образом, они рискают, что их не будут воспринимать как компетентных, способных, умных. Как тех, кто знает, как выполнить работу и не ввязываться в неприятности. А тот, кто носит опущенные штаны, может быть таким и даже лучше. Но, увы, его выбор стиля мешает ему стать таким человеком. Итак, что посмотреть дальше, если вы хотите улучшить свой стиль, но при этом хотите быть слегка опасным? Посмотрите, почему мафия так стильно одевается. Посмотрели это, то и другое вам тоже понравится. Почему же мафия так стильно одевается? Об этом в данном видео. Продолжение следует... Продолжение следует...